В этом году в Нефтьюганске за счёт средств окружного и городского бюджетов приведут в порядок почти 6,5 километров автодорог. Не менее важным в период отпусков стал вопрос льготного проезда для бюджетников. Теперь, если они путешествуют с пересадками, могут задержаться в промежуточном пункте следования более трёх дней. Проезд оплатят. Обсудили народные избранники и вопрос экологии, в частности, ликвидацию несанкционированных свалок. На комиссии по городскому хозяйству коммунальщики вышли с просьбой пересмотреть сумму финансирования из городского бюджета на эти нужды. Выделяемых 200 тысяч рублей не хватает. По итогам проводимой работы по выявлению мест таких размещений отходов за счёт средств экономии ежегодно изыскиваются дополнительные средства для обеспечения их ликвидации. Сумма средств, израсходованных на ликвидацию свалок в 2017 году, составила около 700 тысяч рублей. Объём собранных и вывезенных на полигон ТБО отходов около 1300 кубических метров. Следующий вопрос – предоставление временного маневренного жилья до тех пор, пока не получат основное детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей. Депутаты поддержали. Кроме того, после заседания совета при губернаторе список лиц, которые имеют право на муниципальное жильё коммерческого использования, решили расширить. А именно, дополнить его спортсменами-инвалидами сборных команд округа и страны. Также председатель Думы напомнил депутатам о просьбе Департамента здравоохранения по предоставлению жилья специалистам. «Тут они же у нас никак не подходят. Там же только коммерческое жильё можно выделять. Но всё равно, если мы не поможем, там же плачевное положение, 30% не хватает врачей. В будущем, наверное, надо вернуться к этому вопросу всё равно». Идею поддержали. Что касается городской казны, то доходы бюджета за первый квартал текущего года составили 1,3 млрд рублей. Расходы – 1,160 млрд рублей. «По результатам рассмотрения вопроса члена комиссии единогласно приняли решение рекомендовать Думе города принять сведенную информацию об исполнении бюджета города Нефтьюганска за первый квартал 2018 года». Все вопросы повестки дня народные избранники утвердили единогласно. Это было последнее заседание Думы перед летними каникулами. Первая после перерыва осенняя комиссия запланирована уже на конец сентября. Мария Сераева, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск».